Приветствую вас, друзья! Меня зовут Андрей Аспадс. Сегодня 15 июня 2024 года, суббота. Как всегда, мы с вами коснемся некоторых событий прошедшей недели, а затем обратим свой взор вперед, в сторону горизонта. Что легче – ненавидеть и уничтожать или создавать что-то новое? Об этом наш сегодняшний афоризм. Ненавидеть и уничтожать легко. Гораздо сложнее построить что-то новое и лелеять это. В этом в свое время была убеждена королева Елизавета II. Может быть, поэтому Господь сказал о себе, что Он творит все новое? В то время как, в отличие от Творца, вор приходит для того только, чтобы украсть, убить и погубить. Это наверняка легче, гораздо труднее построить что-то новое или тем более восстанавливать разрушенное. Говорят, что гораздо легче построить новое, чем переделать или перестроить старое. Тем не менее, баптисты Петербурга с большим воодушевлением и радостью принялись за перестройку старого здания. Мы уже рассказывали о том, что в Санкт-Петербурге баптистам возвращен дом Евангелия, построенный Вильгельмом Феттлером еще в 1911 году. За два последующих года Феттлер лично крестил около 400 человек. Какому же правительству в Российской империи могло такое понравиться? Пламенного евангелиста выгнали из страны, а дом Евангелия позже конфисковали большевики. И вот теперь, спустя 94 года, важное здание вернули законным владельцам. На этой неделе братья Совета Союза и ХБ России, старшие пресвитеры всех областей, посетили дом Евангелия для того, чтобы совершить молитвы, причастия и благословить восстановление здания. Один из присутствующих там братьев поделился своими впечатлениями. На этом месте восхищается он, проповедовал сам Вильгельм Феттлер. Посетившие теперь это место братья спели гимн, который был написан великим евангелистом к открытию дома Евангелия. Громко польте, аллилуйя, громко польте, аллилуйя. ПЕСНЯ Наши имена на веки, наши имена на веки, и в жизни записал, на веки записал. Неделю назад начались работы по разбору завалов в Доме Евангелия. Волонтеры из различных баптистских церквей Санкт-Петербурга приступили к уборке строительного и хозяйственного мусора внутри здания. Конечно же, они нуждаются и в молитвенной, и в материальной поддержке. Горизонт. Наши дни с точки зрения вечности. На днях еще один христианин в Беларуси оказался за решеткой. Дмитрий Човган из Бреста, по свидетельству знающих его людей человек с большим сердцем, много доброго сделавший для жителей города, в котором трудится, 7 июля решил ехать в Польшу. Его, служителя церкви баптистов, чистое сердце и многодетного отца, у него четверо детей, младшему всего три года, схватили прямо на границе. Несколько часов никто не знал, где находится Дмитрий, а потом выяснилось, что его посадили в изолятор временного содержания. Чекисты покопались в телефоне, залезли во все аккаунты в соцсетях и дали задержанному 15 суток. Подробностей о нем пока что больше никаких нет. Грузия. Там не утихают страсти по принятому закону об иноагентах. Истинная цель правительства, как утверждают служители церкви, не обеспечить общественную прозрачность, а осуществлять контроль. Несмотря на массовые протесты, 3 июня вступил в силу принятый правящий партией закон о прозрачности иностранного влияния, закона так называемых иностранных агентах. Все организации гражданского общества, включая религиозные, получающие более пятой части доходов из-за границы, не позднее сентября должны внести ряд сведений в государственный реестр и получить статус организации, обслуживающей интересы иностранной державы. Нужно ли говорить о том, что очень многие христианские и благотворительные организации финансируются западными донорами? К их числу относятся и реабилитационные центры, и детские лагеря, да и церковные общины нередко. И вот теперь все они не только будут объявлены иностранными агентами, но должны будут полностью предоставлять все данные государству. Кроме этого, закон обязывает при всех публичных выступлениях и во всех печатных изданиях и статьях указывать, что они иностранные агенты. Ну, представьте себе такое начало на евангелизации, например. Настоящая информация произведена и распространяется иностранным агентам, церковью евангельских христиан-баптистов города Тбилиси. Удивительно ли, что пастор одной из нерегистрированных евангельских церквей Грузии, Зал Кешелашвили, связывает новый закон с государством, устанавливающим камеры наблюдения на каждом углу для контроля за религиозной и частной жизнью верующих? Вчера в Германии стартовал чемпионат Европы по футболу. Это, конечно, событие не церковное, но, как это теперь часто принято, христиане пытаются воспользоваться возможностью и проповедовать Евангелие на подобных мероприятиях. Так делают на всех олимпиадах и нередко на больших спортивных состязаниях. Чемпионат Европы по футболу не стал исключением. К этому событию самая большая сеть христианских книжных магазинов Германии разработала и отпечатала миссионерский буклет, который предлагается раздавать на всех футбольных матчах. В информации о буклете издатели сравнивают футбол с верой в Бога. Футбол, пишут они, вдохновляет. Бог тоже нас вдохновляет. Футбол несет в себе массу эмоций. Наша вера – это тоже пинок, как по мячу, надо полагать. Футбол объединяет людей, далее пишут они. Наша же вера в Бога тоже нас объединяет. И утверждает в заголовке «Чемпионат Европы – это шанс, это возможность». Сложно сказать, насколько эффективна будет такая проповедь, но хоть каким-то противовесом другим веянием она, наверное, все же стать может. Что я имею в виду? Дело в том, что задолго до начала чемпионата в Германии разгорелась дискуссия. Организаторы и политики решили запретить немецким полицейским во время чемпионата наносить, как это принято теперь, на свои лица немецкий флаг. И не только полицейским, но и всему персоналу, обслуживающему стадионы и игры. Все бы ничего, вроде как намерения благие. Тот, кто посетит чемпионат, утверждали тогда политики, даже не поймет, в какой стране он находится. По крайней мере, при виде полиции. Хотя, почему бы и нет? Не стесняются ведь они оповещать весь мир о том, что чемпионат проходит именно в Германии. Но это мелочь. Все по сравнению с тем, что запрещая одно, те же самые политики поощряют другое. А вот радуга, говорят они, цвета радуги на лице всегда допустима. Вот оно что. Значит, флаг страны нельзя, а символ извращенцев можно. При этом комиссар полиции Берлина Барбара Слоуик объясняет, полицейские обязаны сохранять нейтралитет. В каком месте тут нейтралитет, непонятно. Зато сразу понятно, в какой стране кто находится. Собственно, эта возня не нова. На чемпионате мира в 2006 году немецким полицейским уже было запрещено демонстрировать флаг своей страны. Однако на штаб-квартире берлинской полиции после соответствующего распоряжения немедленно и сразу был поднят радужный флаг. Ну и на этот раз, задолго до начала нынешнего чемпионата, для всех полицейских заказали пошив новой абсолютно нейтральной униформы. И вот при обсуждении ее было предложено даже герб страны на шевроне рукава прикрыть, цитата, красивой радугой. Хочется сказать этим товарищам, что радуга это, конечно, очень красивое божье создание, но то, что они рекламируют, используя ее символ, это очень некрасиво. Более того, оскорбляют божье установление. Так что, повторюсь, раздача миссионерских буклетов на чемпионате будет хоть каким-то противовесом всему этому безумию. В церковь с собакой. Слепой женщине не разрешили войти в церковь из-за собаки-поводыря. Мария Рамос, жительница Техаса, рассказала в интервью журналистам, что нуждается в служебной собаке повсюду, куда бы она ни пошла. И сообщила, что церковь, название которой не разглашается, лишила ее возможности посещать богослужения. В воскресенье кто-то ко мне подошел и сказал, рассказывает слепая, мы вовсе не отказываем вам в посещении богослужений, мы отказываем в этом вашей собаке. Но в более широком смысле они отказали мне, потому что мы с Бетти, так зовут собаку, одно целое, считает женщина. Мария Рамос и раньше уже сталкивалась с тем, что ее поводырю запрещали вход в некоторые больничные учреждения. А теперь к списку мест, куда она не может попасть, добавилась еще и церковь. Было ощущение отвержения, чувство смущения и исключенности из чего-то, сетует слепая. Терри Кедл, владелец собачьей академии, отозвался на эту новость и сказал, что собака поводырь становится правой рукой для слепого человека. И они в своей академии, тренируя собак, готовят их к тому, чтобы те шли с человеком везде и помогали во всем. Вопрос щепетильный, конечно, пускать ли с собакой в церковь. Он раньше как-то не поднимался, но, кажется, при желании его можно каким-то образом решить. Классический, как его назвали в новостях, мега-пастор Пресли избран президентом Южной Баптистской конвенции. После двух повторных выборных туров кандидат получил 56% из 7,5 тысяч голосов. Он был одним из шести претендентов на пост президента ЮБК. До этого служитель играл влиятельную роль волонтера в этой крупнейшей протестантской конфессии страны. В этом году предвыборная гонка стала первой, в которой голосующие не смогли определиться с победителем с первого тура. Клинт Пресли, пастор мега-церкви из Северной Каролины, известен своим консервативным, но в то же время уравновешенным подходом к лидерству. Он, как известно, не признает джинсы за кафедрой. Вместо них он предпочитает надевать костюм и галстук. Кроме этого, служитель практикует традиционный подход в богослужении и уже дал понять, что его формальный стиль теперь отразится и на его лидерстве. Пресли поддержал так называемую поправку к закону, которая запретит служение в церквах женщинам-пасторшам. Ранее он поддержал реформы по борьбе с насилием и злоупотреблениями в служении в церкви. По его словам, если бы в последние годы Южная Баптистская Конвенция не начала бороться со злоупотреблениями, мы, цитата, «не знали бы теперь, что делать». 11 июня в Украине прошла встреча Всеукраинского Совета Церквей и Религиозных Организаций с послами стран Большой Семерки G7. Союз Церквей ЕХБ на этой встрече представлял исполнительный секретарь Владимир Кондор. Главы и уполномоченные представители конфессии рассказали послам Большой Семерки о том, как Россия нарушает закон в религиозной сфере Украины. В частности, о религиозных преследованиях на временно оккупированных территориях, а также о разрушениях и повреждениях церковных зданий. Была также освещена роль украинских церквей и организаций в деятельности религиозных общин в духовной, гуманитарной и социальной сферах. Стороны затрагивали вопрос о статусе священнослужителя и деятельности религиозных общин в контексте капелланского служения и мобилизационных мероприятий. «И было ко мне Слово Господне». Слово имеет огромнейшую силу. Оно может ранить и исцелять, указывать на верный путь и, наоборот, вводить в заблуждение. Слово веселит сердце или приносит печаль, дает надежду или лишает ее. Слово могут быть сдвинуты с места горы, иначе – это вражда. С помощью Слова можно обрести прощение или, наоборот, оказаться навек осужденным. Слово имеет власть, тем более Слово Бога. «И было ко мне Слово Господне», – говорит пророк. К чему оно привело? Какие выводы сделал Иезекииль? Первое, что обращает на себя внимание, – это то, что Слово это имело определенный адресат. Оно было ко мне, не к кому-то другому. Иногда человек склонен адресовать Божье Слово кому-то другому, своему ближнему. Пусть другие внимают. Для меня важнее то, что думаю я, чего достиг в своих поисках, переживаниях, размышлениях я. Нет, не так. Именно ко мне обращено Слово Господне. Я – Его конечный адресат. Мне необходимо его услышать, понять, изучить. Далее. Слово Вседержителя закончено на все века и поколения. К нему нечего добавить. Он провозгласил, совершилось. И предупреждает. Если кто приложит что к Его Слову, то на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге вечной. Ученики, ставшие свидетелями преображения Господнего, не смогли воспротивиться искушению что-то приложить. Стали предлагать Господу закрепить понравившееся им эмоциональное переживание. Давай построим кущи. Отец же Небесный вернул их к Слову. Он говорит, Слово Господне, кроме этого, несет весьма важную, в полной мере конкретизированную информацию. Звучит с вполне определенной целью. Не возвращается тщетным. Но исполняет то, что угодно Богу, и совершает то, для чего Тот Его послал. Словом Господнем нельзя пренебрегать. Недостаточное внимание к Нему, пренебрежение им может стать самым роковым упущением для человека, нанести ему непоправимый ущерб. Слово Господне нужно научиться понимать. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Для того, чтобы слушаться голоса пастыря, его голос для начала нужно научиться отличать от голосов иных. Помните, отрок Самуил не сразу понял, кто к нему обращается. Самуил, написано, еще не знал тогда голоса Господа. Но искреннее желание юноши узнать, что именно несет в себе Слово Господне, подвигло его к тому, что он удостоился узнать его голос. В книге Псалтирь даются великолепные характеристику Слову Господнему. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы мне не грешить пред Тобою. Человек, хранящий Слово Его, подобно сокровищу в сердце своем, имеет огромную безопасность в искушениях. Но это возможно только при том условии, что он любит. Возлюбил это Слово. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Господь настолько большое значение придает Своему Слову, что поставил его выше Своего имени. Ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего, восхищается Псалмопевец. И, наконец, Слово, незаменимый ориентир. Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Сколько людей сегодня блуждают в лабиринтах человеческой философии лишь потому, что, подобно афинянам, постоянно ищут чего-то нового в ущерб познанию Слова Божьего. Спотыкаются, сбивая в кровь ступни, потому что отвергли светильник ноге. Падают, потому что не видят стези. Слово Господне – свет стезе. И ничто не может заменить его. Сколько времени длятся проповеди в Вашей церкви? По-разному, не правда ли? В этом вопросе, наверное, сколько людей, столько мнений. И вряд ли кто-то может сказать наверняка, какая продолжительность проповеди оптимальна. А вот Папа Римский точно знает. Проповедь не должна длиться более восьми минут, накануне заявил он. И у него даже есть аргумент, почему он так считает. Потому что люди, говорит он, засыпают. Проповедь должна помочь верующим воплотить Слово Божье в их жизни. Она должна быть краткой. Это я рекомендую священникам, говорящим очень много и непонятно о чем. Много и непонятно о чем – это беда, конечно. Есть люди и проповедники, разумеется, тоже умеющие говорить ни о чем и бесконечно. Для них пожелание понтифика может показаться оскорбительным. Но его слова о длинных проповедях в какой-то мере все же справедливы. С другой стороны, Слово Божье должно подаваться без спешки. Христос призывает нас пребывать в Его Слове. И в этом случае, может быть, не столь страшно, что кто-то и заснет. Апостол Павел был вон каким прекрасным оратором и уж точно не говорил ни о чем. Но, тем не менее, на его проповеди юноша уснул. Впрочем, как уже сказано, разумный баланс нужен во всем. На этом все, дорогие. Благодарю всех, кто слушает «Горизонт» и рекомендует его другим. В конце передачи будет показан QR-код и электронный адрес PayPal для тех, кто захочет поддержать распространение благой вести и помочь нуждающимся в насущном хлебе и в тепле. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Берегите себя и храни вас Господь.